вы чувствуете просто апатию усталость вы утром не хотите вставать на работу у вас нет сил что люди делают депрессия депрессия люди идут пить антидепрессанты витамины еще чего-то но это один из показателей стресса когда у человека наступает апатия и очень сильная идет усталость что может сделать человек который умеет себя тестировать банально покажите нам сама тест в стрессе я не в стрессе и заодно в какой ситуации я нахожусь в стрессе через палец и так самый простой способ это тестирование мы первые прошли это через чувство чувствуете свое тело если есть где-то хоть какие-то ощущения значит есть стресс и стресс который загнан реально во внутрь второй очень простой способ с помощью пальчиков колечко делаем и другой рукой другим пальчиком думаем о ситуации и пытаемся вот так резко и быстро натянуть если у вас пальчики разрываются значит вы находитесь в стрессе мышцы ослабились если вы думаете о чем-то хорошем допустим отдых в горах либо на море и пытаетесь растянуть резко то же самое так резко резко дернули и пальчики держит значит у нас стресса нет понятненько как можно проводить самотестирование мы это давали на наших предыдущих вебинарах ну есть еще третий вариант вспомнить ситуацию постоять если вот просто стать прямо расслабить абсолютно все тело вспомнить ситуацию которую вы либо отработали либо хотите проверить стресс а то не стресс и если вдруг вас начнет качать да вы находите стрессе неправильно включается тело пусть начинается либо падение куда-то либо еще что-то вспомнили на море и сразу такой бодрячок все классно те кто работает с прикладной кинезиологии это очень показательный тест то есть если вы выходите подходите к прикладному кинезиологу начинает вас качать качать и говорит у вас этот регион у вас этот регион не работает у вас все плохо если вы вдруг подумаете о чем-то хорошем у вас сразу к сожалению изменится картинка тела ну и вы внесете дисбаланс в работе кинезиолога поэтому приходить нужно в том состоянии в котором вы находите давайте покажем я или я буду толкать я не могу толкать олега олег достаточно крупный будет не столь показательно думаем давайте вот просто ваше текущее состояние сейчас все понимаем что вебинар идёт ну да вебинар всё равно для меня это как бы стресс я хочу дать как можно лучше давай ну и падение почву с под ног выбиваем причем выбиваем вот с этой стороны у нас ослаблено а эта сторона правая это у нас контроль ну блин контролирует пытается а теперь закроем глазки или даже не закрываем подумайте что вы находитесь в горах чистых классный воздух сосны если обратили внимание стоит как каменная а сейчас вам вебинар посмотрите пожалуйста на ваших зрителей и вот что происходит в принципе был бы я скажем работал бы с тазом я бы сказал ну извиняйте у вас да мышечный дисбаланс вам сто процентов нужно пролечить и установить таз ну это подсказка кстати кинезиолога кто работает мы не знаем сколько здесь кинезиологов чтобы не ошибиться когда вы тестируете или когда мышцу тестируете любую любой регион попросите подумать о хорошем и о плохом и перетестируете очень часто получите странную реакцию и прикладные кинезиологи очень часто когда обучались на семинарах они просто выходили из себя мышца сильная перетестируем мышца падает душу такое то человек перевел взгляд так вот по взгляду можно точно определить человек есть в стрессе или нет то есть определенный участок мозга зафиксировал стресс и когда человек переводит туда взгляд у него будет ослабление мышц ну давайте протестируем вас покажем то есть любого ну можно но это в принципе одновременно и тест ручку вверх сопротивляемся я прошу смотреть за карандашом хороший тонус хороший тонус хороший тонус хороший тонус еще раз вниз смотрите упала вниз естественно вы можете это проводить вот обычными обычный тест смотрю вверх пытаясь растянуть смотрю вниз и он растянется у вас разорвется пальчик можно сделать другое на чувствительность тест банально банально и сразу нужно будет сразу дать упражнение которое это скорректирует зрительные бугры да да смотрите как мы делаем думаем о какой-то ситуации естественно которую к вы как бы опустили отпустили ли не отпустили ли хотите проверить насколько оказывает на вас влияние переводим взгляд вверх и пытаемся понять комфортно ли нам смотреть вверх но это не тяжело понять потому что у вас будет боль то есть если у меня вниз упало ну вот я буду держать и все через время у меня начинает немножко болеть просто глаза внутри не комфортно смотреть итак смотрим вверх и по часовой стрелке грубо говоря через каждых полтора часа фиксируем вверх сюда фиксируем взгляд сюда фиксируем и там где в наибольший дискомфорт те зоны перегружены перегружены у нас в голове стрессом да вот сделайте сейчас и напишите в какую сторону у вас взгляд показал что есть перегрузка стрессом то есть там мозг зафиксировал какой-то стресс и мы вам покажем как от этого избавиться кто-то вверх так вправо кто-то написал не забывайте что у нас еще на пятнадцать минут на не на пятнадцать на час 30 верхний полукруг плохо все а вот теперь смотрите буду показывать на мне вы соответственно сейчас перевернете это на себя то есть если у меня дал слабость взгляд вниз низ вправо вот если у меня взгляд вниз слабость еще вниз право диагональ ага отлично значит что мы ищем смотрите а если нарисовать циферблат сзади на голове вот точно такой же циферблат Если она направляет взгляд вниз, я прошу направить взгляд вниз, я ищу по циферблату на 12 часов проблемную точку. То есть я ищу точку, но это вы можете делать самостоятельно. Как? Направляете взгляд вниз и пальчиками давите от. Если я вот так вот надавлю на ручку, она смотрит вниз, ручка восстанавливается. Вот я вам показываю как. Что можно сделать самостоятельно? Нашли точку, которая болезненная, удерживая взгляд в плохом состоянии, но здесь в данном случае вниз. Я массирую точку, ей очень-очень больно. Ничего страшного. Вы мне мало даете слов, поэтому вы будете, я отомстил. Соответственно, массаж продолжается от полуминуты, ну максимум двух минут. В некоторых случаях возможно увеличение резкой боли. Это тоже возможно. Если увеличится, через какое-то время она начнет падать. Легче стало? Ну так себе, немножко. Еще не полностью. Но уже идет к выздоровлению. Какое мне удоставляет удовольствие причинять кому-то боль? Все. Ну, соответственно, у кого был, допустим, а если сзади нет боли? Марин, не ту точку нашли? Не ту точку. Или не удерживаете взгляд? То есть у Марины было вверх, соответственно, нужно искать внизу, при том поискать ту, которая взгляд вверх. Взгляд вверх и прям-таки надавливаете вот так вот пальчиком достаточно сильно. Можно надавливать, можно немножко... Влево-вправо немножко, да. И найти. Болевая точка будет. Все, есть, нашла. А, все, вон... То есть у кого был, допустим, взгляд вправо по диагонали, ну вот так, соответственно, вы ищете слева по диагонали, вот здесь. Да. То есть надавливать достаточно чисто. А, я не смотрела вверх. Вот Марина правильно пишет, я не смотрела вверх. Запомните, очень важно устремить взгляд туда, та сторона, которая вызывает слабость. Почему? Потому что нам нужно разблокировать, освободить зону мозга от стрессовой информации. Теперь перепроверяем. Мы же отработали мою точку, я смотрю вниз. Запротивляемся. Ну, могу повиснуть, конечно, вряд ли выдержат мой вес, но мышечный тонус хороший. То есть вот таким образом вы можете сами себя... Так, вопрос, пока массируешь... Да, обязательно, пока массируете, у вас взгляд в ту точку, которая дала слабость, либо неприятные ощущения. У меня звук пропал. У кого-то пропал. Ну, у нас есть, вроде никто не жалуется. Нас слышно? Люди, дайте обратно. А, нас слышно. А, слышно, да. Ну, что-то там конкретно. Написали перезайти. Хорошо, то есть, смотрите, вам прям такие упражнения хотите каждый день. Так как мы получаем стресс, эту информацию о стрессе, больший процент, через какой анализатор? В основном через зрительный. Мы видим что-то неприятное. 70% информации через зрительный. Остальное, там, менее 20% идет через слуховой анализатор. Поэтому вы ежедневно что можете сделать для того, чтобы разблокировать мозг от стресса? Посмотрите вверх, прочувствуйте. Посмотрите вот сюда, прочувствуйте. Сюда, сюда, сюда. Найдете точку, которая будет давать вам неприятные ощущения. Находите с противоположной стороны. Удерживая взгляд, отмассируйте. Таким образом, достаточно хорошо сделайте коррекцию. Мало того, не удивляйтесь. Многие могут спросить, почему у меня вдруг опять сработала точка там же? Потому что вы думали о другой ситуации. У нас же нет в жизни только одной ситуации. У нас много ситуаций. Движение на дороге, пассажиры, пешеходы, друзья, товарищи. Почему говорю? Например, конфликт с мамой. У меня будет застревать взгляд влево. Мне будет неприятно смотреть, когда я буду думать о конфликте с мамой. Конфликт с начальником я не смогу смотреть вверх. Разные ситуации блокируют разные участки мозга. Нет, но также вправо или влево может вызвать другой человек. Тоже он стоял с той стороны. И поэтому мозг зафиксировал несколько событий. Покажите еще раз точки. Точки. Смотрите, по циферблату 12 вверх. Затем 15 минут. Нет. Дай его на листочке начертим. Сейчас мы начертим, чтобы всем было понятно, и вы не допустили бы ошибку. То есть, сейчас я покажу, как это выглядит. Видно? Смотрим глазами. На голове лучше. Ага, на голове лучше. Ну, хорошо, давай я повернусь. На голове давайте так. Если мы смотрим... Если мы смотрим прямо вверх, то точку мы ищем. То есть, глаза вверх, то точку мы массируем где-то внизу, ищем на голове. Вот, я обозначил. Смотрим вверх, ищем внизу на голове. Вот это, вот это вот точка у вас. То есть, смотрю вверх, на затылке, опять рисую вот этот вот кружочек. Вот он, круг. Циферблат, смотрите, видите? Вот он, циферблат. Ну, поверни голову. Вот, это циферблат. Здесь было бы 12 часов дня. Эту точку я бы искала бы при взгляде вниз. На 6 часов. На 6 часов. Дальше была бы точка вот между тройкой и 12. Час третий, грубо говоря. Почему час третий? Ну, не важно. Право вверх, если бы здесь на голове право вверх, то взгляд влево-вниз. А взгляд был бы влево-вниз. Чисто вправо, то взгляд был бы строго влево. Опять вправо-вниз, значит, взгляд будет влево-вверх. Вот такая у вас всегда проходит диагональ. Отсюда, сюда. То есть, так понятно?